Добрый вечер, Гомель! Прекрасная погода, майское настроение, столько праздников, когда можно звонить своим друзьям, родственникам, поздравлять, приходить в гости, обниматься, принимать поздравления друг от друга. А еще, друзья, сегодня ко мне приехали артисты и признаюсь честно, что я немного, да кого я обманываю, я очень сильно волнуюсь и признаюсь, что это волнение достаточно радостное, потому что этих артистов в нашу студию, студию Доброго Вечера, я ждал очень-очень давно. Не буду, скажем так, очень много рассказывать, с ними мы еще сегодня поговорим и представим их во всей красе. Друзья, впервые в студии Добрый вечер, Гомель! Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь, ансамбль Дворца культуры ОАО Мозырский НПЗ. Ваши аплодисменты, группа «Свояки!» АПЛОДИСМЕНТЫ Я на речце платье мыла-мыла на берозе, я его сушила на берозе платье. Субтитры создавал DimaTorzok Девочка-девочка Девочка-девочка Слезь голуба не роняй, а ворота отечиняй. Девочки, девочки, хлопцы, 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 своих девок мощней целуйте. Разом, разом, за прокаханье куплен снявать, держа мисковая вязна. Плакала девонька. Белая косыночка в море полоскалась, молодая девонька хлопца зашакалась. Ой, стояла хвойка на заходе солнца, плакала девонька. Плакала девонька, глядя, чила конца. Ой, где ты, где ты, где ты, мое солнце? Слезь голуба не роняй, а ворота отечиняй. Белая косыночка в море полоскалась, молодая девонька хлопца зашакалась. Ой, стояла хвойка на заходе солнца, плакала девонька. Плакала девонька, глядя, чила конца. Ой, где ты, где ты, где ты, мое солнце? Слезь голуба не роняй, а ворота отечиняй. Группа «Свояки» ваши аплодисменты. Друзья, скажу про секрет, я по секрету после такой энергичной песни, после такого драйва, после такого позитива, которым группа «Свояки» зарядила нашу студию, и вот по себе ощущаю, на пару-тройку градусов температура стала выше. Здравствуйте, наконец-таки! Ехали, ехали. Как доехали? Доехали прекрасно, погода хорошая. Как настроение? Настроение великолепное. Выехали утром, были на озере, купались, наловили раков и к вам. Слушайте, ну я сейчас вам просто начну немножко завидовать и скажу, что по-белому. Ну, чего тут уже рассказывать? У вас поклонников, наверное, вся страна и даже немножко больше. Все прекрасно знают группу «Свояки», все прекрасно подпевают ваши песни, целые концертные залы, стадионы танцуют вместе с вами, но про вас вообще ничего неизвестно. Алексей, знакомьте с этими прекрасными, очаровательными красунями, которые являются прекрасной частью вашего коллектива, ваших своих. Вот эта красуня – это наш хореограф, балетмейстер, постановщик всех хореографических номеров, солистка ансамбля по совместительству «Моя супруга» уже 25 лет, Елена Зайцева. Елена, аплодисменты вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена, можно сразу вам вопрос. Вот как совмещаете в себе вот эти вот все регалии, которые Алексей перечислил? И вокалистка, и балетмейстер, и еще и супруга. Я очень стараюсь. Я очень стараюсь по жизни. Быть с Алексеем – это очень прекрасно. Мы вместе работаем в тандеме, в таком творческом, семейном, всю жизнь. И вот говорят, что со своим самоваром не ездят, но у нас этот самовар очень веселый, прекрасный и жизнерадостный. И у нас очень все прекрасно с ним получается. Великолепно. Знакомься дальше. Наше совсем новое приобретение. Ольга Ашурова – самая молодая исполнительница из всех девушек в этом ансамбле. Ольга, приятно, что вы тоже являетесь частью этого прекрасного коллектива. Расскажите, вот 25 лет существует коллектив, вы совершенно, как Алексей сказал недавно, есть какая-то такая вот угрань, что или вот уже маститы, ну звезды, да я на что говорить. И вот вы. Нет, нет угрань, они относятся ко мне, ну как друзья. Мы все вместе в коллективе, все друзья, все хорошо общаемся. Я их очень люблю, очень-очень. Великолепно, эти аплодисменты вам. Выступление Сойков – это всегда праздник. Кстати, это не я придумал, это отзыв, один из отзывов на сайте группы. А вот для вас, людей, которые создают этот самый праздник, праздник – это? В принципе, праздник для нас – это тоже праздник, но у нас немножко по-другому. Потому что для того, чтобы создать праздник для людей, надо немножечко нам поработать. Ну и, как говорил мой старшина, все должно быть в ленточках. Не важно, что там все в мыле. Поддержим аплодисменты и помолваем великолепное высказывание. Великолепная фраза. Друзья, хочу вам сообщить, что о наших праздниках поговорим мы сегодня, этим добрым вечером 10 мая. Звоните к нам в студию, рассказывайте о праздниках, которые существуют в ваших семьях. Мы, напомню, работаем, как вы уже поняли, в прямом эфире. Номера телефонов на ваших экранах. Ну а также не забывайте, что наш вайбер готов к общению с вами. Пишите, звоните. Буквально через секунду продолжим наш прекрасный добрый вечер. Итак, друзья, мы продолжаем наш прямой эфир на телеканале «Беларусь-4». Праздники сопровождают нас везде и всегда. Были они в старину, есть они и сегодня, останутся и с теми, кто будет после нас. Одни праздники остаются навсегда, другие уходят в историю, а на их место приходят какие-то новые праздники. А ведь уже четверть века вы дарите людям праздник под названием «Свейки». Для коллектива, по-моему, достаточно приличный возраст. Вот как ощущают себя «Свейки» к 25? Ну, хотелось бы, конечно, сказать, что нам тяжело, мы устали, но на самом деле… Да ладно, можете говорить все правду, здесь у нас это можно. Нет, на самом деле сцена – это как лекарство, как такой эликсир молодости, правильно. И вот когда ты выходишь, то ты забываешь о всех своих болячках, о всем том, что у тебя что-то болело, и зрители, которые приходят на твой концерт, на твое выступление, они всегда улыбаются, аплодируют, а для артиста, в принципе, больше и не надо. И у творчества нет старости. Творчество всегда молодо. Знаете, вот в продолжении 25-летия того, что творчество всегда молодо, я хочу нашим зрителям показать вот эту вот прекрасную афишу. 30 мая в 18.30 концертная программа под названием «Вся наша жизнь. Дорога». Дворец культуры ОАО «Мозорский НПЗ», заслуженный коллектив страны, группа «Свояки». Рассказывайте подробности и детали. Я специально не спрашивал у вас историю появления этой афиши. Рассказывайте, что готовите и к чему посвящен концерт? Ну, концерт посвящен именно вот 25-летию, но мы это стараемся не афишировать, потому что… Вы скрываете свой возраст? Нет, не то, что мы скрываем, просто мы не хотим этот концерт именно посвятить 25-летию, потому что любое 25-летие – это подведение каких-то итогов, пускай маленьких, но это уже итогов. А мы просто готовим концертную программу, в которой рассказываем о тех людях, которые жили с нами и работали с нами вот эти 25 лет. Мы поем известные песни наши уже, которые за 25 лет добились какого-то значения у народа. Кстати, они подсчитывали, сколько песен спеты за четверть века-то? Подсчитывали более 400 песен мной написано только, а спета, наверное, в два раза больше. В двухчасовую программу, хорошо, в двух с половиной часовую программу, наверное, крайне сложно отобрать тот материал, который вот… Тут немножечко двояковая ситуация, потому что, во-первых, у нас нет такого большого концерта, все, кто приглашают, хотят хотя бы час, а в час гораздо проще выбрать программу, ту, которую… Я сейчас говорю о предстоящем большом концертном событии, вся наша жизнь дорога, да, об этом же и речь-то. Ну да, сюда немножечко сложновато было нам, и мы в соцсетях разметили такой пост о том, что… Вот есть программа, какую бы вы хотели песню внести на ваше зрение, зрителей. И там, в принципе, идут уже все те песни, которые мы внесли. Новых нету, но недавно появилась одна песня, она называлась «Забава» раньше в нашей программе, но сейчас, к сожалению, ее тяжело уже восстановить и исполнить. Но, может быть, мы на концерте споем какой-то маленький куплет и припев из этой песни. Ну, а сегодня вы тоже будете радовать нас вашими песнями на протяжении эфира, ну, а от нас получать положительные эмоции и аплодисменты. Ну, это, пожалуй, самое большое, на что способны зрители. Или от зрителей есть еще, скажем так, какие-то бонусы, которые дарят артисту хорошее настроение и праздник? Ну, кроме жарких аплодисментов. Да, зритель имеет возможность подарить аплодисменты, зритель имеет возможность подарить свое браво. Потребовать еще раз выйти на сцену. Потребовать еще раз выйти на сцену, зритель имеет возможность подарить цветы, что очень приятно. Купить диск. Купить диск. Вот я только что хотел об этом сказать, что купить какую-то пластинку или майку, или кружку, которая готовит коллектив, чтобы зрителю было приятно до следующего мероприятия, до следующего концерта смотреть, любоваться или пить чай. Отлично. Вы знаете, я хочу сейчас подключить к разговору наших зрителей. Для вас, друзья, у меня тоже есть вопрос и есть подарок. У меня есть пригласительный билет на двух человек. Вот он у меня в руках. И этот билет может оказаться в чьих-то ваших руках. Но расскажу, кто это. 24 мая в наш город с единственным концертом приедет американская джазовая звезда. Зовут ее Мирна Клейтон. Этот билет может стать вашим, но главное правильно ответить на вопрос. А вопрос у меня такой. А вот кто такой свояк? Вот все мы знаем, что свояк, свояк. Вот кто такой свояк? Позвоните к нам в студию, и тот, кто правильно ответит, получит этот пригласительный билет. Номера телефонов на ваших экранах. Друзья, говорим мы сегодня про праздники. Вот не зря я спросил, вот что же праздник для артиста. Для вас на сегодняшний день какие праздники имеют наибольшее значение и ценность? Давайте, наверное, я скажу. Давай. Для нас большее значение и ценность имеют семейные праздники. Там, где можно собраться всей семьей, подготовиться, какие-то чтим традиции. К примеру, это Новый год. Мы заранее готовимся к этому празднику, обязательно наряжаем всей семьей квартиру. У нас всегда запах корицы и глянтвейна присутствует. Очень любим создавать атмосферу праздника, красоту. И обязательно готовимся, конкурсы готовим, всяческие стихи. Короче, мы настраиваемся капитально. К каждому празднику такому мы готовимся. Великолепно. Давайте послушаем наших зрителей. К нам кто-то уже дозвонился. Алло, здравствуйте. Добрый вечер, Александр. Здравствуйте, Александр из Гомеля. Скажите, а какие праздники отмечаете вы? Какие праздники любите? И вообще, чем для вас является праздник? Ну, праздник для меня, наверное, в первую очередь, это все-таки какие-то семейные традиции. Возможно, не общепринятые, которые все празднуют. Но принято отмечать всегда собираться большой семьей. Например, дни рождения, именины, кстати, тоже празднуем. Ну, и, естественно, великие праздники, такие как День Победы, Новый год, который нельзя забывать. Великолепно. Ну, позвонили вы, наверное, нам не просто так. Есть у вас, наверное, вариант ответа. И вы один из тех, кто, возможно, станет счастливым обладателем, пригласителем билета на концерт мирной Клейтон, джазовой звезды из Нью-Йорка, да? Да. Вопрос в том, что есть? Хотелось бы попытаться, но на самом деле, признаюсь, вопрос для меня простой, потому что с детства занимаюсь интеллектуальными играми. Ага. Итак, кто же такой свояк? Не просто муж сестры-жены, а вообще, если брать по правилам, то муж старшей сестры-жены, если такова имеется. Вы слышите эти аплодисменты. С вами мы обязательно свяжемся уже за рамками эфира и расскажем, где и как вы заберете ваш билет на концерт, который состоится 24 мая этого года, 18.30 в ОКЦ. Ну, друзья, я думаю, что каждый хотя бы однажды задумывался, а для чего вообще нужны праздники? И без помощи психолога здесь не обойтись. Буквально через мгновение продолжим наш разговор. Субтитры сделал DimaTorzok Психолог Ольга Санатова. Ольга, здравствуйте. Давайте разбираться с психологической точки зрения в этих тонкостях и деталях. А вот для чего человеку, в принципе, нужны праздники, как вы думаете? Александр, праздники очень нужны и важны для человека. Тот эмоциональный подъем, ту душевную радость, те эмоции, которые переживают люди, празднующие, отмечающие праздник, дает потом силы и основания людям для того, чтобы эффективно бороться с трудностями, которые возникают в профессиональной сфере. Во время проживания трудовых будней. Это тот заряд, тот, который держит нас потом долгие-долгие дни. То есть это получается просто такая вот перезарядка? И не только. Перезагрузка? И не только. Кроме того, праздничная действительность дарит нам ощущение единства, сопричастности к нашему народу, государству, этносу, если это касается государственных праздников. Кроме того, единение со своим родом, со своей семьей, если это семейное торжество и семейные праздники. То есть это чувство сопричастности, принадлежности. Ну вот смотрите, какими элементами должен сопровождаться праздник? Самый главный элемент, который сопровождает праздник, это чувство радости, которое поселяется в сердцах людей, которые его празднуют. Потому что если праздник есть, а радости нет, то праздник прошел мимо. Сколько бы сил, усилий и средств не было задействовано или потрачено на организацию этого праздника. А уже от каких конкретных элементов вы получили эту радость? От праздничного стола, каких-то особых вкусных блюд, от каких-то торжественных, красивых, веселительных, ну таких торжественных концертных программ, от просмотра и прослушивания интересного, эстетического удовольствия. Это неважно. Главное – это чувство радости, которое вы получаете, проживая этот праздник. То есть поход в кино, поход в концерт – это тоже может считаться… Конечно, конечно. Ведь речь идет о праздничном настроении, которое мы получаем, о том эмоциональном заряде, который потом нас долго питает и который потом сопровождает воспоминания, которые приходят нам на ум, когда мы говорим о празднике, который мы прожили. Правда? Давайте послушаем. У нас есть еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Откуда вы? Меня зовут Николай. Здравствуйте, Николай. Я Иванович Лугунина. Ну, вот какие праздники празднуются в вашей семье? Ну, праздники мы все празднуем. Особенно наши славянские. Это какие, например? Да, все. И купальни, тот же, и 1 мая, значит. Ну, в принципе, не нас, но все равно славян. Спасибо за ваше мнение. Ну, вы с вопросом к нам на добрый вечер. Особенно для меня сегодня праздник. Вот, 25-й группы славянки. Это достойно аплодисментов. Продолжайте. Николай, вы в эфире, вы с нами? Друзья, телефон прямого эфира на наших экранах, так что присоединяйтесь тоже к нашей беседе, звоните. Сегодня мы обсуждаем такую замечательную тему, как наши праздники. Звоните и рассказывайте про праздники, которые чтятся и празднуются в ваших семьях. Ну, и, конечно же, сегодня будем обсуждать и народные праздники, и праздники советского периода, которые кто-то сохраняет, кто-то их уже отправил в историю. Но все равно это наша с вами история. Это было, это есть, это, возможно, останется с нами. Об этом поговорим сразу после рекламы. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Группа «Семкин» ваши аплодисменты. Сегодня в гостях у Доброго вечера. О, ну опять немного на пару градусов поднялась температура в нашей студии. Позвольте мне перетащить в мое посадочное место. Но да, такие у вас большие танцы. Хотелось бы продолжить наш разговор на тему праздников. Вот вы знаете, до сих пор еще у нас в памяти живут праздники советского периода. Некоторые из них остались до сих пор, отмечаются. Но вот осталось ли у вас то чувство, когда собирались на парад, на демонстрацию? И какие праздники из советского периода, например, дороги группе «Свояки»? Ну, я скажу про себя, потому что я, наверное, из самого старшего поколения в этой группе. Поэтому я помню 1 мая, когда собирали все возле школы, брали транспаранты, ходили с криками «Ура!» А вот флажки красные, которые вешали? Ну, у нас тогда не вешали. Нам давали портреты всех партийных лидеров. «Слава КПСС». Никто не знал, кто такой «Слава», но все кричали «Слава». Ну и после этого мы ходили купаться всегда. У нас в Мозере есть озеро, и мы всегда... То есть и 1 мая оно уже хорошо прогревалось? Или это была традиция, несмотря на какая погода? Это была традиция, мы просто ходили купаться. Но самые сильные купались. Кто-то пытался кого-то столкнуть, но знаете, как показывают на Ютубе, кто-то отходил, кто пытался, падал. Ну, то есть всякие были шутки, прибаутки. Алексей, признайтесь, вас сталкивали или вы сталкивали? Пытались меня, но не получалось. Я не всегда был такой большой. Я раньше был довольно-таки худенький, но высокий. Но в меня было тяжело попасть, потому что если я чуть-чуть делал право, они промазывали. Это сейчас в меня хорошо попасть. Давайте послушаем, есть у нас еще один телефонный звонок. Алло? Алло, здравствуйте, добрый вам вечер. Да, Николай, приветствуем еще раз вас. Я хотел сказать, кстати, по празднике славянской. Я тоже, когда я слышал, первый раз увидел, ну, раньше слышал, но увидел группу «Славянский праздник», тоже славянский праздник наш, день обеды, день незавелезности был. Вот когда-то история была такая, выступала у нас в зоне какой-то праздник «София Ротару», такая звезда, конечно, мировая. И у них на распилках вот была группа «Славянский праздник». Было дело, да? Да. И вот когда я увидел, я снимал это все на видео, вот у меня на видео «София Ротару» нет. А то и все станет. Я лишь наоборот, когда поменял уже станет. Спасибо вам большое за ваш звонок. Вот она, народная любовь. Да, вот сейчас узнаешь. Ну, продолжим разговор о советских праздниках. Сегодня у нас в гостях сотрудник музея Дворцово-Паркового ансамбля Юрий Подков. Здравствуйте. Здравствуйте. Научный сотрудник музея Гомельского Дворцово-Паркового ансамбля Юрий. Ну, вот затронули мы тему праздников советского периода. А вот много ли гомельчане праздновали в советский период праздников? В советском Гомеле праздников было достаточно много. Причем, скорее всего, даже больше, чем сейчас. Вы сказали в советском Гомеле. То есть у гомельчан были свои какие-то специализированные праздники? Да, были специализированные. Во-первых, еще праздновали, конечно же, еще до революции. Стоит разделить праздники на ряд видов. Это, во-первых, религиозные и светские. Гомель был всегда поликонфессиональным городом. Праздновались и православные, и католические, и старообрядческие праздники. Даже очень часто праздновали иудейские. Потому что евреев в Гомеле в начале 20 века было очень много. Ну и, конечно же, были светские. В 20-е годы, когда установила советская власть, конечно же, боролись с религиозными праздниками. Но первоначально разрешали. Но потом не противились. Организовывали, к примеру, рождественские праздники. Были они. А советская власть организовывала свои антирождественские. Праздновали еврейский Йом-Кипур, а большевики праздновали анти-Йом-Кипур. То есть организовывали свои мероприятия, чтобы рабочие приходили к ним. Далее, коснемся светских праздников. Они также делились на мировые, общегосударственные. И гомельские. Да, собственно, гомельские. Праздновали 1 мая. Причем 1 мая – это далеко не советский праздник. Его праздновали еще до революции. В Гомеле, если я не ошибаюсь, первый раз демонстрация 1 мая вышла 120 лет назад. Это уже не советский период. 120 лет назад первая демонстрация. У вас сегодня, вы принесли с собой некоторые фотографии. Расскажите, что за события на них и кто эти люди. Это фотографии, сделанные в Гомеле. Да, это фотографии, сделанные в Гомеле, из фондов Гомельского дворцового парка «Ансамбля». На них изображены праздничные мероприятия. К примеру, на этой фотографии. Это что за улица? Это площадь Ленина. Да ладно? Да, сзади видно здание полиспечати. Это коллектив. А, вот все, теперь узнаю. Коллектив Гомельского музыкального училища на демонстрации 1 мая. Это 1956 год. Вернемся. Вы знаете, меня очень сильно заинтересовали гомельские праздники. Чем же они были так хороши, особенно? И что это были за праздники? Кстати, праздники эти были сегодня мало кому известны. Сразу скажу так. Их сейчас не празднуют. К примеру, был такой день 18-го. Праздновали ее в 20-е, 30-е годы и отмечали установление советской власти в Гомеле. Проходили митинги. Даже организовывался военный парад в Гомеле 18-го января. Также еще один малоизвестный праздник, именно внутригородской, это 25-го марта. В этот день вспоминали погибших коммунаров. Они были убиты во время Старикопытовского мятежа, произошедшего в марте 24 по 29 марта 1919 года. И вот каждый год с 20-го года и 30-е годы в этот день люди выходили на, тогда еще называлась Советская площадь, сегодня это площадь имени Ленина. Выходили, собирали, вспоминали. Далее они шли на сквер 25 марта, так он назывался, сегодня сквер коммунаров, и там еще организовали митинги. В основном, не то что не было выходной день, это был полувыходной, потому что... Подождите, это как? На 4 часа выходили поработать? Да, выходили поработать буквально полдня, в 2 часа собирались. Причем для Гомеля праздников было не просто много, очень было много. Приезжает любой коммунист, известный, например, в 23-м году приезжал депутат польского сейма, коммунист Ланцутский. И буквально к нему, на его речь приходили рабочие разных заводов, их отпускали с работы, они приходили, слушали. До этого приходили все в клубы, им там читали лекции и все время так собирались. Скорее всего, потому что в 20-е годы работы, собственно, было не так уж и много. Было много безработных, поэтому куда? Нужно было выходить на праздники, на митинги. Они ходили, все это слушали, но потом уже, скорее всего, с позитивными мыслями возвращались домой. Хорошо, вот мы все говорим о праздниках, которые были, которые существовали. Но сохранилась ли в музейных архивах информация о том, как гомельчане праздновали? Да, все сохранилось. Причем многие организаторские вопросы, они сохранились в газетах старых. Там все это... То есть это было или заседание, или все-таки это был поход в ресторан, или это какие-то были семейные ужины, или это выход в концерт? Первоначально это были лекции в клубах. То есть в гомеле было очень много клубов. Каждая специальность рабочая, у них был собственный клуб. И у национальности также были собственный клубы. Они все приходили, им читали лекции, затем собирались митинги в разных местах города. Возможно, были демонстрации, бывали парады. Причем участвовали все, абсолютно от мала до велика. Вот так у нас праздновали. То есть это было очень массово. Из фотоархива, который вы принесли с собой, на что еще можно обратить внимание? Какие еще есть знаковые фотографии с какими-то уникальными событиями? Я думаю, фотографии все уникальны сами по себе, потому что так уже далеко не празднуют массово. Очень много, когда собирался весь город, так же фотография... Ну, тоже по фотографии видно, что это не зима, это... Это 1 мая, уже 59-го года. Колонна Досааф на площади Ленина. Еще видна колонча, которую снесли в 1965 году. По сути, уникальная фотография, запечатлявшая архитектурный памятник, уже не сохранившийся на площади Ленина. Далее фотографии также, 1 мая. Это уже 58-й год. Люди идут со стороны проспекта Ленина на площадь, когда так именно шли колонны. Далее уже, наверное, второе празднование 9 мая в Гомеле. Первый раз его праздновали в 1945 году, а второй раз спустя 20 лет. В 1965 году. На этой фотографии видны спортсмены города в день празднования 20-летия Победы. Так же площадь Ленина узнается. Спасибо вам большое за этот экскурс. Эти аплодисменты вам. Алексей, а ведь в творчестве группы «Свейки», вот сколько прослушал ваших композиций, знаком с вашим творчеством, тоже прослеживаются народные, национальные мотивы. Как часто обращаетесь к народному творчеству при создании новых композиций? Я окончил институт именно по классу хоровое дирижирование и культ просветной работы. Поэтому народная песня, она во мне живет еще и даже, можно сказать, из детства. Потому что у меня бабушка, она одна из первых руководителей, которые создали на селе народный ансамбль. То есть у меня бабушка пела, дедушки все играли и пели. У нас в деревне, в доме всегда кто-то пел, кто-то играл. То есть у вас это на кинетическом уровне, можно сказать. Да, то есть я, грубо говоря, родился почти на сцене. Хорошо. Песни, народная традиция – это хорошо. Ну а пытались разобраться в каких-то старинных народных праздниках? Что наши предки там 100-200 тысяч лет назад отмечали? Когда я учился в институте, мы это дело очень сильно изучали и ставили обряды. То есть все знают о калятках, но не все, наверное, знают, что весной был обряд такой, назывался волочобный. Волочобные песни и волочобный обряд. Вот они точно такие же фактически, как калятки. Только чуть-чуть рефрен другой, припев. Ну и, естественно, есть там купальский обряд, жнивные, весельные, весенние, разные. Поэтому, чтобы заниматься этнографией, это надо создавать коллектив и петь именно те песни, которые очень много в институте культуры. Мы делали расшифровок таких, которые ездили по деревням, собирали у бабушек, у дедушек, которые пели, вот он сегодня хочет так, завтра его слушаешь, он уже поет по-другому. И вот мы это все дело расшифровывали. Как хочешь, так и пойми. Да, и пытались это все дело воссоздавать. Но это надо быть настолько уже фанатом именно аут... Аутентичности. Аутентичности, да, чтобы петь такие песни. У нас сегодня в гостях вместе с нами режиссер народных обрядов и праздников, ваш аплодисменты Наталья Рассошко. Добрый вечер. Здравствуйте. Наташ, а для наших предков праздник чем являлся? Как уже правильно сказал психолог, являлся временем для отдыха и временем задуматься о будущем. Потому что именно в празднике всегда делали какие-то магические действия, которые позволяли укрепить свое здоровье, здоровье своей семьи, значит, чтобы было прибыль в семействе, в хозяйстве у животины. И, конечно же, чтобы на целый год много было урожая. Много ли было у наших... Вот мы уже выяснили, что в советский период, в 20-е годы, было очень много праздников, и причем даже сугубо эксклюзивно гомельских. А у наших предков, которые жили на территории Гомеля, Гомельской области, много ли было таких? У белорусов очень много было праздников, присвятков раз. Я специально взяла вот такой вот есть волшебный календарик, где и рассказывать, какие праздники есть. То есть 12 месяцев и в каждом месяце достаточно большое количество праздников. Да, это самое большое, самое яркое. Вот, как правильно сказал мой коллега, есть антология белорусского фольклора, где каждый день расписан праздник и то, что в этот день делали люди. Какие-то обычаи, обряды, какие-то поклонения животным, поклонения иконам, травам и прочее. То есть разве может обычный человек вот такую вот энциклопедию знать на память? Вот сейчас говорят, вот опростоволосилась. Ну, может, чего-то не знала, потому и опростоволосилась. То есть, если я правильно понимаю, то сегодня праздник для современного человека – это обязательно выходной день, это обязательно веселье, это песни и танцы, хорошее настроение, ну и шоу, которое сопровождает нас везде и повсюду. А в старину это скорее были какие-то… Это была такая сакральная подготовка. Люди, допустим, если к Пасхе, то, конечно, убирали чисто дом. Специально у нас до сих пор в чистый четверг хозяйки там дом вычищают, каждый уголочек, весь мусор старинный. Самое главное, чтобы не стать это старый мусор рассматривать, не пожалеть старые вещи, а все выбрасывать, выбрасывать, выбрасывать. Вот, для того, чтобы очистить место для нового, для хорошего, для интересного. То же самое, как и в жизни человека. На Пасху постились, очищали свой дух, и уже так, когда наступал праздник, одевали обязательно новые вещи, которые только могли себе позволить. Каждый в семье одевался какой-то, какую-то хотя бы одну новую вещь, потому что, вы понимаете, что всегда белорусы жили не очень богато, они могли себе купить наряды с ног до головы, все новое, но обязательно Пасху одевали какой-то один-два, ну, одну-две новых вещи. Я помню, мама моя рассказывала в детстве, что купили ей там новые ботиночки, она решила раньше Пасхе выйти там в своей деревне прогуляться. Сейчас уже выселена деревня Лубянка. А что такое деревня? Это же грязь по уши. Она, получается, зашла, прошла по дороге, и один сандалик там потерял. И нет новых сандаликов. Да, один сандалика нету. Вышла и плачет. Брат идет, посмотрел старший, что плачет, что сандали новые надела. Значит, достал, помыли, спрятали до Пасхи. Вот так было. Вот даже глядя на этот календарь, который здесь у нас сегодня в студии, я так понимаю, что праздники носили, скажем так, сезонный характер. Да, они все были, кроме семейных, они все были солярного круга, то есть солнечно, и зависели от сельхозработок. Одни закрывали весну, начинали лето, другие, наоборот, провожали весну, встречали лето. Или те же праздники, которые по сбору урожая. Дожинки, зажинки, то же самое. Сбор урожая, тот же покров, на который уже должны были убрать весь урожай и спрятать все по... Закрома. Закрома. Лишнее продавали, а то, что считали нужным, раздавали, так сказать, более, так сказать, слабоживущим родственникам. Хорошо. Какие-то праздники сохранились сегодня у нас из тех народных, древних, которые отмечались, к примеру, тысячу лет назад? Ну, если сказать по-честному, в городе, это они сохранились праздники в том виде, где вот просто театральное шоу. Вот спасибо коллегам из музея областного, да, особенно филиал Ветковского музея сотрудники. Они всегда делают необычные старинные обряды, на которые приглашают школьников. Вот они делали и Жанни Дебукомина, такое необыкновенное, такое вот наши, и не знают о таких мероприятиях и праздниках. Делали гуканье весны. То есть как это показывали, как это раньше, с народными песнями, как это делали наши предки. Есть у нас и редкие, такие обычаи в Гомельской области, такие как вот похование, вождение стролы. Это обряд, который защищает поля от града, от большой воды. Есть такие обряды, которые защищают именно дом. Вот все знают, все бабулечки знают, что идут на праздник на громнице, на встречение 15 февраля в церковь. Покупают самые большие свечи, на которые у них есть денежки. И несут их домой. Обязательно эти вот громничные свечи хранят в доме. Делают кресты, напаливают каждый уголок. И даже подпаливают крест-накрест себе волосы, своим деткам и животным. Для того, чтобы... Это как бы магический обряд на здоровье. Ну вот, в старину поджигали сами себя. Немножко поджигали. И это тоже считалось праздником. Да, это как бы громница, этот праздник живого огня, который как бы маленькая свечка в доме хранится, она спасает дом от молнии. Вот так как бы наши предки себя оберегали. Эти аплодисменты, Наталья, вам. Спасибо за интересный экскурс в старинную часть праздников. Друзья, ну а наш эфир продолжается. И буквально через мгновение поговорим о тайком понятии, как профессиональные праздники. Не переключайтесь. Продолжим через несколько мгновений. Наш эфир продолжается. Это программа Добрый вечер, Гомель. Мы по-прежнему работаем в прямом эфире. А какие праздники вы отмечаете в ваших семьях? Какие праздники хранятся? Какие праздники вы чтите? Звоните к нам, присоединяйтесь к нашей беседе, рассказывайте. Буквально в начале мая состоялся еще один праздник. Впервые, если я ошибусь, то мой гость меня поправит. Впервые к нам приехала итальянская делегация из итальянского мотоклуба, итальянского байкерского движения. Встречали их наши, мотоклуб «Железные братья». Сегодня у нас в гостях Николай Потапенко, руководитель мотоклуба «Железные братья». Коля, привет. Всем привет. Это первый визит итальянских байкеров был. Нет. Данное открытие, что было, я бы подразделил на два этапа. Первый этап мы сделали специальный праздник. Традиционный праздник для наших гомельских мотоциклистов и всей области. Огромный красивый парад по центральным улицам Гомеля. Приняли участие в мотор-фесте на Зябровке. Второй этап – это была встреча наших уже, скажем так, братьев, друзей из Италии. Познакомились мы с ними в прошлом году. Нас познакомили две хорошие ассоциации, две организации. Ассоциация «Помощь детям Пармы» итальянская и наше знаменитое международное благотворительное общество «Помощь детям Чернобыля». Мне интересно, знакомство где происходило, на нашей территории или на территории Италии? Нет, здесь, в Гомеле. К нам обратились в фон Чернобыля, объяснили ситуацию, что работники из города Пармы, они по совместительству тоже участники мотоциклуба и решили сюда приехать, привезти. Они собрали 20 тысяч евро для детских домов, Рещицы и Гомеле. Своим ходом в прошлом году на мотоциклах шесть мотоциклистов, 2600 километров в одну сторону, прибыли сюда. Здесь мы встречали и целую неделю занимались благотворительностью. Открой тайну, в этот раз тоже на мотоциклах 2600 километров или все-таки по упрощенной схеме? Прилетели, как бы, немножко тяжело с деньгами, прилетели самолетом, мы им встретили, посадили на мотоциклы, вместе катались. Тоже насыщенные три дня. И почему они выбрали именно это время? Они очень, как бы, интересуются Великой Отечественной, тоже знают этот праздник. Им очень было интересно увидеть, как мы его празднуем, увидеть наших ветеранов, побывать в музее. Три дня с итальянцами. Итальянские байкеры и белорусские байкеры. В чем сходство и в чем различие? Никакого различия. Такие же братья, как и мы. На каком языке, кстати, общались? Фонд «Помощь детям Чернобыля» предоставляли переводчиков. Ну, как показывает практика, пару дней мы уже по-братски общались между собой, понимая друг друга. Вот устройство мотоцикла, что где располагается на итальянском, на русском, на белорусском языках, как-то трудности перевода возникали? Ну, как? Это ж агрегат, названия, естественно, разные. Языки ж разные. Но все-таки общий язык нашли. Конечно. Друзья вам, я хочу вам еще рассказать, у меня вот прямо за спиной, вот она, стоит вот эта вот чудесная штука, сделана она из муранского стекла. Уникальная вещь. Коля, расскажи подробнее, за что вам ее вручили и что это за диплом? После первого визита итальянцев они настолько были растроганы, они не ожидали такой встречи, такой душевной обстановки, что мы настолько как бы похожи вместе, братья. Вот они очень были растроганы, мы вручили свою грамоту и, в свою очередь, второй визит они привезли свою. Конечно, я впервые вижу такое, это неординарная вещь, сделана она по заказу из муранского стекла, его еще называют венецианское стекло, изготовлено по старожитным методам, традициями, не знаю, как это назвать, придуманным на острове Мурана, близ Венеции. То есть, я так понимаю, что эта штука единственная на всей планете Земля и, в принципе, во Вселенной, в единственном экземпляре. Ну, за всю Землю не отвечу, но в Гомеле точно. Эти аплодисменты вам. Коля, все мы привыкли видеть байкеров, это парни сурового вида в абсолютно неяркой одежде. Ну нет, не бандиты, парни сурового вида на мотоциклах. Скажи, ну у байкерского движения есть, наверное, какие-то тоже свои специализированные праздники? Что это за праздники? Честно сказать, не задавался этим вопросом. Я знаю, что что-то есть, Всемирный день мотоциклиста. Кстати, в следующем месяце будет праздноваться. Я даже не знаю, когда он. Лично для меня праздник, это вот посещение детского дома, радость детишек, их улыбки, их счастье в глазах. Вот, кстати, об этом я тоже хотел спросить, что кроме того, что вместе встретились, покатались на мотоциклах, у вас вместе с итальянскими вашими братьями была еще одна очень важная миссия. Ну, несколько миссий. Мы посетили Белецкий дом-интернат детей инвалидов, мы посетили социальный приют в Хальче. Кроме музеев и прочей программы, которую предоставили. То есть основная задача, как бы совместная работа с Италией, это все-таки благотворительность. Ответный визит ожидается или когда следующий приезд, прилет итальянский? Уже нет, уже как бы серьезные планы. Май, июнь следующего года мотоциклубом едем туда. Отлично, эти аплодисменты вам. А у нас есть еще один телефонный звонок, давайте послушаем. Алло. Здравствуйте, Александр, гость из студии. Здравствуйте. И свояки. Меня зовут Герасим. Очень приятно. Для меня праздник, это когда я слушаю группу «Свояки». И хочу для них подарить мне твою речь. Объехал я весь шар земной, Группы слушал разные на свете, Но никогда не слушал я такой, Чтоб так легко было на сердце. Свояки, вы лучшие, поверьте земляку, От ваших песен очень здорово. Вы праздник мой, вы прогоняете тоску, И поете лучше Нюши и Киркорова. Спасибо вам за то, что вы такие. Соберем вас, родные сваяки. Гомель любит вас за ваши песни заводные. Они спасают нас и наши души от тоски. Удачи вам. Герасим, спасибо вам большое. Эти аплодисменты вам, Ну и конечно же вам, дорогие наши сваяки. Спасибо большое. Ну послушайте, уже и вас на Ротару, Как бы Ротару немножко уже в сторону отодвинули. Тут и Нюшу и Киркоровну уже. Спасибо. Совсем немного времени у нас, к сожалению, Остается до завершения этого эфира. Но вопросов остается еще очень-очень много. Оля, хотелось бы узнать такой момент, Который вот меня всегда интересует, И я думаю многих зрителей. Ну все мы праздники любим. А сколько человеку нужно праздников, Скажем так, чтобы не переросли они Ну во что-то обыденное и ежедневное? Чтобы не стерлась вот эта вот грань. Чтобы они не приелись. Чувство эйфории. Вот, да. Хороший вопрос. Точного числа, сколько нужно праздников Человеку для счастья, к сожалению, не существует. Вот такой точный числ, точные цифры, Которые бы раз, сказал, и все. Мы знали точно, что вот такое количество праздников Нужно человеку, чтобы он успел, Смог насладиться праздниками. Нет, у каждого народа, В каждом государстве, в каждой национальности Своей количество праздников. Но точно количество праздников Всегда меньше, чем будней. Как раз они чередуют. Это праздничная действительность такова, Что она нужна только в ограниченных количествах. Она дает зарядку, Поэтому ее всегда меньше, чем будней, Как я уже говорю. А для того, чтобы праздники не приедались, Они должны быть торжественно красиво организованы. Вот сегодня нам рассказывала группа О том, что праздник должен быть организован. Что семейный, Что какой-то там более такой торжественный для, Не только для семьи, но и для друзей. Встречи они должны быть организованы. Тогда они запомнятся. Тогда они наполнят нас такими переживаниями, Которых нам хватит до следующего раза. И точно приедаться не будут. Спасибо за советы. Ребят, все-таки хочется вернуться к подготовке концерта, Который состоится 30 мая. Расскажите немного, как идет подготовка. Хотел спросить еще, Будут ли затронуты в вашем творчестве Старинные мотивы старинных белорусских песен, Которые наши предки исполняли на своих каких-то праздниках? Ну, так глубоко мы не пойдем, Но в своем творчестве мы всегда затрагиваем народные мотивы, И стараемся, чтобы более глубокие какие-то мелодии Входили и в сегодняшние, в новую, в повседневные песни, Которые будет слушать сегодняшний человек, И немножечко ощущать ту мелодику, и те нюансы. Подготовка к концерту идет своим ходом. Очень большую лепту нам вносит наш любимый завод. Администрация завода, администрация дворца Помогают всем, чем могут, и всем, чем не могут. Благодаря заводу мы сегодня и у вас в гостях. Вот, поэтому хочу сказать большое спасибо зрителям, Которые сегодня смотрят эту программу, И делали звонки в камеру. Спасибо, очень приятные слова вы сказали. И Герасим, я тронут глубоко. И Киркоров, и Нюша, конечно, лучше, чем Суяки, Но очень приятно. Спасибо. Зрители не обманете, поэтому так что принимайте то, Что вам сказали телезрители, наши зрители программы Добрый вечер, Гомель. Время еще немного позволяет. Хотел еще спросить, а ведь раньше состав Суяков был гораздо шире. Да. Раньше был первоначальный состав ансамбля, Насчитывало 17 человек. Да ладно. Вместе с шоу-балетом и с оркестром, я так понимаю. Да, но со временем, время диктует новые какие-то веяния. Потихоньку люди взрослели, понимали, Что не только духовной пищей надо питаться, Но и что-то есть еще. Уходили на работу, а на работе, естественно, Ты целый день занят. Естественно, люди не могли уже ходить в этот коллектив. Приходили новые ребята, И так коллектив уменьшался, 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 И уменьшился до сегодняшнего состава. Но это не весь состав. Вот я об этом же. У нас есть еще три девушки, Которые стали... Нас, наверное, сейчас смотрят по телевизору тоже. Да. Давайте им передадим привет и аплодисменты. Они в определенное время стали мамами, И сейчас они воспитывают своих детей. Вот первая уже в сентябре должна вернуться. На подходе. На подходе, да. И вот мы бережем нашу Олечку, Чтобы она не покинула нас в том же направлении. Пускай сначала Леночка вернется, А потом Олечка уйдет. А «Сваячки» — это вот расскажите, Что за коллектив с таким же названием, Только не «Сваяки», а «Сваячки». Я буквально два слова, И потом продолжишь ты. Эта идея была моей жены Лены Создать именно коллектив детский, Который будет в чем-то походить На взрослый состав, Но отличаться более танцевальной направленностью. Мы организовали его в 2000 году. Это наши поклонники, наши детки, Они поют наши песни, Веселятся вместе с нами, Участвуют в мероприятиях, В концертах общих. Ну, самое главное, наверное, Это то, что мы хотели бы Передать наши знания, Наши умения нашим деткам. Многие наши воспитанницы Уже окончили заведения хореографические И уже сами имеют коллективы Достаточно успешные И в Минске, и в Мозыре. И поэтому, я думаю, мы не зря работаем. Ну, 30 числа, если у меня верная информация, Также вместе с вами выйдут на сцену. Да, они будут и не только сами, Но еще и вместе с нами. Мы сделали номер, который там И мы, и наши дети совместны. Время неумолимо бежит, И как ни жаль, Но время подошел час Заканчивать наш добрый вечер. Я хочу поблагодарить всех, Кто сегодня пришел к нам На эту замечательную тему, Поговорить о наших праздниках. Вам, ребята, я хочу сказать За то, что позволили нам Этим добрым вечером Совершить великолепный экскурс И в советскую эпоху, И в гости На несколько веков назад К народным праздникам. Ольга, вас я хочу поблагодарить За хорошие, качественные Психологические советы. Как же нам правильно Обращаться с праздниками, Чтобы они нам не надоедали, А всегда приносили только радость. Николай, спасибо огромное За ту работу, которую вы делаете. Ну, и я думаю, Что следующая встреча В этой студии Это непосредственно на Так же праздник Всемирный день мотоциклиста. Обещаю, что придешь. Приеду в студию. Отлично. Эти аплодисменты вам. Ну, и перед тем, Как завершить нашу программу, Все-таки хочется узнать, Какой композицией сегодня Будем завершать этот добрый вечер. Ну, вот это именно Новая композиция, В которой мы постарались Немножечко внести Больше народности. Вернее, мы лучше постарались В народную, глубокую песню Внести эстрадные мотивы. Так, чтобы ноги сами шли в пляс, Как вы это хорошо умеете, да? Да, и мы сегодня ее покажем. Это премьера, Мы ее показываем первый раз. Итак, друзья, Мне остается добавить Ищите нас в соцсетях. Завтра будет новый вечер, Он обязательно будет добрый. Ну, а этот добрый вечер На телеканале Беларусь 4 Завершают Мои любимые. Группа Свояки. Ваши аплодисменты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!